Всем привет, с вами Женя. Короче, сегодня с утра посмотрел новости и чуть не упал со стула. Еще один летательный аппарат долетел до Марса. Но это как бы не самое главное. Главное, кто его туда запустил. Присядьте только, чтобы не упали, как я. Сидите? Хорошо сидите? Так вот, аппарат запустили, Вася, индусы. Прикиньте, Вася, индусы. Я всю жизнь думал, что в Индии, Вася, только тем и занимаются, что танцуют, поют песни, Вася, и ищут брата. А когда находят брата, танцуют в два раза быстрее. А они уже в космосе, прикиньте. Представляете, какие в Индии условия жизни? Короче, индусы делятся на две категории. Первая половина индусов живет на 5 гривен в месяц, а вторая половина уже умерла и плывет погану, Вася, в сторону Индийского океана. Ну, ладно, если американцы, допустим, с Луной могли нас развести, да? Ну, там что-то намонтировать, Вася, нафотошопить, то в Индии никакого фотошопа нет. У них даже в кино актеров убивают по-настоящему, прикиньте. Вот знаете, что меня напрягает в этом случае? Что вот все летают, кроме нас. Сейчас Индия, до этого Китай был, потом Корея, Вася. Серьезно. Единственное, что успокаивает, правда, это то, что белорус Вася пока не летает. Но я думаю, что это вопрос времени. Им же за границу летать нельзя. Им если лететь, то только вверх. Вот. Это, по Марсу, Вася, марсоходы ходят чаще, чем у меня 46-й троллейбус на трещи. Честное слово. На Луну, Вася, туристов ходят за бешеные бабы. Недавно россияне на МКС запустили бабу в космос. Симпатичную Вася, красивую, нормальную бабу. Ну, она, может, не как космонавт полетела на орбиту туда, а как гуманитарная помощь. Ну, мужикам, космонавтам витаминов не хватает. Вот она туда и полетела. Короче, все что-то делают, кроме нас. Я вот сколько живу, про космос в Украине слышал только тогда, когда Леня Черновецкий стал мэром Киева. Серьезно. Серьезно. Хоть бы кого-то в космос запустили. Я не знаю, собачку какую-то. Или обезьяну. Да хотя бы слона. Они все равно эту зиму в зоопарке не переживут. А так хоть полетают. Честное слово. Кстати, вот когда Союз не кряхнул еще, значит, Украина была колыбелью ракетостроения. Потом, конечно, она стала колыбелью ракетопиления и сдавания на металлолом. И в итоге все деньги, которые выделялись на развитие украинской космической отрасли, пошли на похоронного советской космической космоса. Вот так. Надо что-то делать с космосом. Я не говорю, что прямо сейчас. Просто сейчас в бюджете страны такая ситуация, что денег хватит только на то, чтобы посмотреть, если на звездное небо. Кто-то скажет, Джека, нафига тебе в космос? В стране задница. Газа нет. Света нет. Я отвечу, что значит нафига тебе в космос? Газа нет. Света нет. Валить отсюда надо. Потому что сегодня индустрия, завтра манголы. А послезавтра мы вообще одни на земле остались. И что нам тогда делать? У кого мы будем брать кредит? Так что, дорогие украинцы, либо мы сегодня наводим порядок в стране, либо завтра нам придется отсылать смс-ки и собирать по 5 гривен на ракету. Понятно? Короче, давайте что-то делать. С вами был Жека. Живите четко и не косяк. Э, слышь? Такси. Сколько на твоем космолете до троечки? Сколько? Блин, цены как в космосе. По-натуре.